Их имена не забыть, пока жива память о войне. Ради мира в стране с войны не вернулось 27 миллионов. Мы создали светлое будущее для нашей страны, для народа всего мира. Это имеет огромное значение. 73 года нет войны. Россия спокойно живет. Сегодня в Казани вспоминают тех, кто остался на поле боя, умер в блокаду, замучен в концлагерях. Именно эти два чувства, память и скорбь, объединяют сегодня всех нас. Потомки победителей сегодня читают стихи о войне и несут к мемориалу красные гвоздики. Война не обошла стороной ни одну российскую семью. С чувством гордости, знаете, за тех, кто воевал и почета. Кто дал жизнь за нас и кто дал нам чистое небо над головой. А каким было 22 июня 41-го до сих пор прекрасно помнит ветеран Борис Ботов. В этот день он собирался поступать в институт и только-только подал документы. И вдруг бегает молодой парень и громко кричит. Ребята, только что сейчас по громкоговорителю передали Германию напал на Советский Союз. За годы войны из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек. Половина из них не вернулись. Десятилетиями имена погибших и пропавших были утеряны, но потомки восстанавливают их по крупицам. Страницы истории пополняются и сегодня, сейчас в книге памяти погибших и пропавших без вести. На войне уже 400 599 имен. Их имена сюда внесли их потомки и рассказали всему миру татарстанские поисковики. Что это спали неживые мамы. Тема войны, ее личная трагедия и миссия. Четвертый год. Хрупкая студентка Алина Байдалова занимается поиском пропавших без вести в память об оставшемся на поле боя деде. Когда на митингах, на каких-то торжественных мероприятиях родственникам, сестрам, дочерям, сыновьям передают этот медальон с останками бойца. Их эмоции, их слезы, счастье, это самая главная награда. Сегодня в живых в Татарстане остались чуть больше 45 тысяч ветеранов. Пропавших без вести более 200 тысяч. Ромей Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова